В 1930 году владельцы аукциона Сотбис решили выставить на продажу личные рукописи и документы английского физика и математика Исаака Ньютона, почти 200 лет хранившиеся в полном беспорядке. Через 6 лет, в 1936 году, аукцион состоялся. Рукописи Ньютона за баснословную сумму приобрел египетский коллекционер Абрахам Яхуда. Спустя несколько лет он перепродал их еврейской национальной библиотеке Иерусалима. Там они пролежали нетронутым еще почти два десятка лет. И лишь в 2002 году сотрудники этой библиотеки решили привести в порядок и систематизировать бумаги Ньютона. Каково же было их удивление, когда в куче рассыпающихся от старости тетрадок и блокнотов 17 века они обнаружили просто невероятную находку. Толстую рукопись в четыре с половиной тысячи страниц, посвященную последней книге Библии, которую в первом веке нашей эры написал апостол Иоак. Апокалипсис. Скажем так, Ньютон вообще воспринимал свои теологические студии как вещь не менее важная, чем свои занятия собственной физикой. Это как раз известно. Невероятно, но по словам исследователей, над созданием своей рукописи Иоак Ньютон работал больше пятидесяти лет. Он использовал больше миллиона математических и физических формул, чтобы расшифровать апокалипсис и назвать точную дату гибели человечества. Согласно расчетам Ньютона, конец света ожидает Землю спустя 1260 лет после того, как Карл Великий создал Римскую империю. Это было в 800 году нашей эры. Прибавляем к этой дате 1260 лет, получается 2060 год. Если это и в самом деле правда, то человечеству осталось совсем немного. Всего 49 лет. 2060-й, с математической точностью, Великий Ньютон, он много написал того, что пылилось и пылится в сундуках, потому что 95% его энергии было посвящено мистическим наукам. Он был прежде всего алхимик, эзотерик, каббалист и вот на 5% ученый. Но тем не менее, это хватило, чтобы вместе с Декартом создать облик современной науки. Какие именно формулы Великий Физик Исаак Ньютон использовал для расшифровки последней книги Библии «Апокалипсис»? Верны ли его расчеты? Не закралась ли в них какая-нибудь ошибка? И, наконец, отчего погибнет человечество? От засухи и голода, метеорита, взрыва супервулкана, сверхвспышки на Солнце или масштабной эпидемии. На все эти вопросы ученым еще только предстоит найти ответы. Для этого им придется сначала отреставрировать рукописи Ньютона, они в очень плохом состоянии. А затем внимательно их изучить и проанализировать. Математически, в принципе, можно вычислить абсолютно все. Но для этого необходимо достаточно серьезное познание в области математики. Потому что события, которые происходят в окружающем мире, они развиваются по своим законам. Я бы сказал, по своим каким-то математическим законам. И Исаак Ньютон был в свое время совершенно прав, пытаясь с помощью математических расчетов рассчитать, ну, как по его мнению, год, когда наступит крах человечества. Год назад некоторые исследователи заговорили о том, что Ньютон и в самом деле был прав. А все потому, что дата конца света, названная им, 2060 год, практически совпадает с предположениями некоторых астрономов, которые прогнозируют гибель Земли от страшной планеты Ниби. По их расчетам, случится это как раз в 60-е годы этого столетия. 14 февраля 2063 года. В этот день, по словам некоторых астрономов, небесное тело, превышающее размеры Земли в 5 раз, пройдет в опасной близости от нашей планеты. Сила его притяжения будет настолько мощной, что Земля может поменять свой наклон. Если это случится, то на планете начнется смена магнитных полюсов. И тогда на нее обрушатся невиданные силы наводнения и извержения вулкана, сметающие все на своем пути смерчи и землетрясения. Надо сказать единственное, что сейчас специалисты из нас, специалисты из других космических структур, а также представители всех военных разведок мира, эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли имеют. Это Захария Ситчин, знаменитый американский ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационное заявление. В Солнечной системе вовсе не 9 планет, как считает официальная наука, а 10. По утверждению ученого, кроме всем известных планет, существует еще одна. Нибиру. Она блуждает в космосе по невероятно вытянутой орбите и проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет. К теории Захария Ситчина в научном сообществе отнеслись с недовериями. Астрономы не могли поверить в то, чего не видно в космическом пространстве, даже в самые мощные телескопы. Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построений компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 1982 году НАСА допустило существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. То есть по строению Солнечной системы, по строению нашей галактики, астрономы предположили существование этого объекта. В 2005 году американские астрофизики заявили, на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Однако, что это такое, астрономы сказать не смогли. Потому что небесное тело было настолько темным, что ни оптические телескопы, ни другие приборы были не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь два года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Нибиру является частью Солнечной системы. Это было основано мнение на том, что Нибиру является объектом достаточно большого размера, имеет очень большую орбиту, что его шлейф состоит из осколков астероидов. По своему цвету Нибиру пламенно-красного цвета, ярко-красного пламенного цвета. И его можно из-за окраски достаточно легко обнаружить на небе. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в пять раз. Но самое страшное, что в 2063 году она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто может сорвать с нее атмосферу. Более того, если траектория полета Нибиру изменится хоть на полградуса, она столкнется с Землей. Ученые подсчитали, удар космического тела размером с Нибиру никому не оставит шансов на выживание. Я не хочу никого пугать, говорить о том, что действительно апокалипсис грядет, скоро Земля прекратит свое существование. Это мы еще посмотрим, поживем и видим. Конец света предсказывали и планировали на протяжении всей истории человечества. Предположение, что Нибиру может уничтожить Землю уже в 2063 году, недавно получило некоторые доказательства. Исследователи выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юбитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Исследователи считают, этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара Фаэтон разлетелся на куски. Многие ученые с этой версией не согласны совсем. Они вообще ставят под сомнение существование Нибиру и утверждают, что такой планеты нет и быть не может. Это миф, который выдумали некоторые астрономы с богатой фантазией. Это очередной, как бы сказать, миф о том, что на нас летит что-то большое и страшное. Здесь стоит напомнить, что большинство небесных тел летают по идеальным рельсам, и поэтому астероиды или кометы, которые появляются из ниоткуда и врезаются в Землю, быть не может. Вот почему. А. Все, что было, уже упало, и, собственно говоря, Мексиканский залив – это последствия подобного падения. Б. Перед тем, как долететь до Земли, им нужно каким-то образом миновать гравитационное поле Юпитера. А. Эта планета гораздо больше, и она банально притянет любые астероиды к Земле. Вернее, к себе. И они упадут туда. Но если зловещая планета Нибиру и в самом деле всего лишь миф, сказка, значит, погубить нашу планету она не сможет. Тогда отчего же может погибнуть человечество? И вообще, должны ли мы погибнуть когда-нибудь? Возможно ли, чтобы человеческий род имел начало, но совсем не имел конца? Другими словами, может ли человечество жить вечно на планете Земля? Многие исследователи считают, это невозможно. Рано или поздно наша цивилизация должна погибнуть. Ведь у всего есть свое начало и есть свой конец. Все имеет свой конец. Понятно, что есть свой срок даже у Вселенной, есть свой срок у песчинки, у горы, у моря, у океана. У всего есть свой срок. Если многие ученые сходятся во мнении, что человечество рано или поздно погибнет, то можем ли мы узнать, когда это случится? Можем ли мы предотвратить или перенести катастрофу? Официальная наука ответов на эти вопросы пока не дает. А вот независимые исследователи утверждают, чтобы узнать, как и когда человечество может погибнуть, нужно внимательно читать книги предсказаний. Например, Мишеля Нострадамуса. Это один из самых известных астрологов и предсказателей. Он жил в 16 веке, но предвидел не только многие события своего времени, но и далекое будущее. Так Нострадамус предсказал Варфоломеевскую ночь 1572 года. Правление Людовика 14-го. Взлет и падение Наполеона. И даже революция 17-го года в России. И станут друг против друга те, кто закутан плащом. Республика будет потревожена новыми людьми. Тогда белых нельзя будет отличить от красных. Пророчество Нострадамуса. Многие исследователи считают, что в этом Катрене, то есть четверостишье, Нострадамус предсказал не что иное, как гражданскую войну в России. С позицией сегодняшнего дня и с позицией прошедшей истории, конечно, нам легче рассуждать, нам легче говорить. И те предсказания, которые говорил Нострадамус, мы уже можем как бы подтвердить реальными фактами. Если верить предсказаниям Нострадамуса, то погибнет человечество в 2250 году. Причиной катастрофы планетарного масштаба станет ядерная война. Почему и как именно это произойдет, Нострадамус не поясняет. Возможно, именно поэтому мнения исследователей относительно этого пророчества разделились. Одни верят, что человечество уже находится на пороге апокалипсиса. Другие считают, что Нострадамус, тщательно зашифровав свои предсказания в небольших четверостишьях катренах, сильно усложнил толкование своих пророчеств. А это значит, что толкователи запросто могли ошибиться, называя дату гибели человечества. К сожалению, мы редко задумывались над тем, что огромное количество высказываний на Нострадамуса, ну, они пока не познаны. Или, с другой стороны, мы, наверное, не до конца сможем понять и осознать то состояние Нострадамуса, понять весь его код, его шифровку, как он это делал тогда. Но ведь существуют и другие предсказания конца света. Например, американца Эдгара Кейси, которого считают самым загадочным пророком 20 века. Он предсказал две мировые войны, назвав точные даты их начала и окончания и точное число жертв. Кейси указал год, месяц, число основания государства Израиль, обретение Индии независимости, время и место убийства президента США Джона Кеннеди и многое другое. Скорее всего, он входил в особое состояние сознания. Он входил в особое состояние сознания. Он мог как бы впадать в сон. Ну, скажем так, но сон для обычного человека – это сон. Для специалистов, которые занимаются гипнотической практикой, можно сказать, что это было некое гипнотическое состояние. Это могло быть неподвижное состояние человека. То есть он переставал общаться с окружающим миром. Он отключался. Вот, включались какие-то внутренние резервы. И в особом состоянии сознания он подключался к получению этой информации. Конец света Эдгар Кейси назначил на 2120 год. Еще в 1936 году он увидел, что люди погибнут в результате небывалого всплеска землетрясений, которые практически полностью разрушат все материки. В то, что Эдгар Кейси и в самом деле не мог ошибаться, верят многие. Ведь уже сегодня ученые бьют тревогу. Количество землетрясений на нашей планете постоянно увеличивается. Ученые прогнозируют, и я верю, что может быть действительно череда вот этих невиданных землетрясений. Ученые сейчас рассчитали наиболее опасные точки. Есть такой заповедник, Yellowstone в Америке. Больше всего боятся, что взрыв, прорыв пройдет именно там. Пока это на уровне выход газов из глубин земли. Но это может быть все это, знаете, как тлеет, тлеет, а потом взрыв. А естественно, очень опасные очаги это в Тихом океане. Это и наша Камчатка, и Курильские острова, и Япония, и побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. А вот болгарская ясновидящая Ванга утверждала, человечество погибнет не от землетрясений, а от всемирного потомка. По ее прогнозам, случится это примерно в 2378 году. Все живое с лица Земли смоет вода. И огромная звезда Солнца три года будет мертва. По словам Ванги, причиной потопа будет столкновение Земли с астероидом, который прилетит из космоса. В момент столкновения мелкие частицы пыли поднимутся в атмосферу и закроют Солнце на долгие годы, не оставляя ни малейшего шанса на выживание. Спастись не удастся никому. Ведь живые организмы, растения и животные не смогут жить без солнечного света. Это приведет к их полному вымиранию. Такая же участь ждет и людей. Удар из космоса. Скажем, вот этот метеорит, который упадет, он будет расколот, разломается и нанесет несколько ударов. Но как бы не сразу уничтожит все живое на Земле, а нанесет удары, значит, в несколько точек планеты и начнутся небывалые пожары. Вслед за этим, естественно, и наводнение. Болгарской предсказательнице Ванге трудно не верить. Ведь больше семи сотен ее предсказаний уже сбылись. Например, в 1980-м она увидела гибель под лодки Курска. А в 1989-м предсказала теракт 11 сентября. Вы знаете, если я раньше слышал в 90-е годы по поводу подводной лодки Курск, да, то это, в общем-то, сбылось. Но она, как она говорила, что Курск затопит водой. Затопит водой, и там люди все погибнут и так далее. Конечно, это вызвало смех в научных кругах. Как это город Курск, где проходит река Сейм, сам город на большой возвышенности. Но она, видите, как она тихо и немножко лукавила, потому что говорить будущее все-таки не следует. Все равно затонут в этой, в этой подводной лодке Курска, но сон утонет. И здесь ничего нельзя сделать. То есть будущее, оно существует уже. Но если предсказания Ванги, Эдгара Кейси и Мишеля Нострадамуса сбываются, то почему все эти люди называют разные даты конца света? Почему Ванга называет 2378 год последним для человечества? Нострадамус обещает смерть всему живому на Земле на 128 лет раньше. А Кейси и вовсе на 258 лет раньше Ванги. Может быть, все эти предсказатели просто ошиблись. Может быть, все они для чего-то говорили неправду. Те же пророчества Нострадамуса, например, пророчества Ванги, даже если указывается какой-нибудь точный год, то очень много вариантов в отношении интерпретации. Исследователи уверены, вряд ли это обман. Просто иногда предсказатели видят разное будущее, альтернативное. Будущее, у которого есть несколько вариантов. И каждый из них может сбываться или не сбываться при определенных условиях. Возможно, именно поэтому каждый из предсказателей называет свою дату конца света. То, что они разные, совсем не означает, что все предсказатели ошибались. Просто каждый из них видел только один из возможных вариантов. А их, по словам исследователей, может быть огромное количество. Мало того, все эти сценарии будущего со всеми возможными вариантами финала уже существуют. Только не в нашей, а в параллельной Вселенной. Вы понимаете, этот мир очень сложен. Он, во-первых, многомерен. А нам через ортодоксальную науку урезали понимание мира до трехмерного пространства. Длина, ширина, высота и чуть-чуть время. Всего-навсего. И с этим вот таким узконаправленным мышлением человек не способен понять многомерные процессы. Теорию таких параллельных миров еще в 1954 году выдвинул американский физик Хью Эверетт. Он предположил, что существуют миры, идентичные нашим. Другими словами, один и тот же человек может существовать сразу во многих мирах. Но в каждом из этих параллельных миров проигрывается свой собственный сценарий развития ситуации. Если человек в одном из миров на завтрак выбирает чашку кофе, то в параллельном мире он же может выбрать рюмку куника, а в третьем параллельном мире стакан молока. Количество параллельных миров равняется количеству всех возможных вариантов выбора. Теория параллельных миров, ветвящаяся Вселенная, что каждый миг происходит выбор вариантов, и мы выбираем в том, что мы называем своей жизнью, один возможный вариант, но параллельно развиваются в других параллельных миров все другие возможные варианты. Та жизнь, которую мы считаем своей жизнью, не единственная, а одна из многих, которую выбрала та ипостась нас, которой мы считаем своей. В других параллельных вселенных происходят все другие варианты развития мира. И поэтому между всеми ветвями, например, моей жизни в параллельных вселенных существует связь, потому что они объединены некоторым общим корнем, историей моего появления на свет, и может возникать параллельная информация. Возможно, пророки и предсказатели видели то будущее, которое еще не было изменено. А потом чье-то вмешательство, чей-то новый выбор все изменил. И предсказаний не сбылось. Это означает только одно. Часть предсказаний сбудется не в нашем мире, а в другой реальности. Так что будущее предопределяет в первую очередь сам человек и его выбор. То есть где-то мы тоже свою судьбу можем немножко поменять, видоизменить. Поэтому правы люди, которые говорят, что мы сами создаем свою судьбу, и люди правы, которые говорят, что от судьбы не уйдешь. Если эта теория и в самом деле верна, то как пророкам удается заглянуть в эти параллельные миры? Откуда они черпают информацию? Еще в Древней Греции существовала теория, что нашу Вселенную как будто пронизывает некое универсальное информационное поле, в котором хранятся все события прошлого, настоящего и будущего. Такое поле древние греки называли меон. В переводе особое состояние вакуума. Ничто, в котором заключено все. Исследователи уверены, ясновидящие каким-то образом подключаются к этому Вселенскому банку данных и считывают с него информацию. Существуют каналы, которые их не видно, не вооруженным глазом. И по ним вы получаете или я получаю ответ. Иногда ответы неверные, да, иногда верные. Это информационные боли или информационный банк данных. Вот, или параллельный мир, как угодно это называется. Я, например, это называю космический интернет. Таким вот даром, о котором позднее многие вспоминали в своих мемуарах, обладал Григорий Распутин, фаворит последнего русского императора Николая II. Князь Феликс Юсупов, это действительно вы убили Распутина? Да. Сколько лет вам сейчас? 80. Сколько вам было, когда вы убили Распутина? 29. Князь, сейчас на склоне вашей жизни, какие чувства вы испытываете, когда вспоминаете о Распутине? Отвращение. Эти кадры были сняты в 1966 году, в Париже. Ровно за год до своей смерти князь Феликс Юсупов, эмигрировавший из России после Октябрьской революции, впервые в своей жизни решился дать телеинтервью о Распутине и рассказать, как и почему он убил фаворита последнего царя Российской империи. 16 декабря 1916 года. Дворец Юсуповых на набережной реки Монки. Ровно в полночь к зданию подъезжает автомобиль, из которого выходит Григорий Распутин. Он приехал по приглашению князя Феликса Юсупова, чтобы от души повеселиться. Распутин еще не знает, что это веселье станет последним в его жизни. Специально для него приготовлены пирожные, напичканные смертельной дозой яда, цианистым каленом. Распутин съест их все. Но даже не почувствует, что было травмом. Князь Юсупов, военный хирург Станислав Лазоверт и великий князь Дмитрий Павлович, которые и планировали убить Распутина, были просто поражены. Убойная доза сильнейшего яда на Распутина не подействовала. Но почему? Только сегодня, спустя почти сотню лет, ученые знают точный ответ на этот вопрос. Яд не подействовал потому, что вместе с ним Распутин тут же принял и противоядие. Ведь лучший способ нейтрализовать действие цианистого калия это съесть сахар. А пирожные, которые ел Распутин, были целиком из сладкого крема. Оказывается, если есть самые сильные яды, которые совершенно не действуют, если ты перед этим или сразу после яда выпил, например, очень сладкий кофе, там влияние сахара, моментальная реакция идет и все. Именно поэтому, чтобы добить Распутина, заговорщикам пришлось в него еще и стрелять. Только спустя три дня в водах реки Малая Невка обнаружили тело Григория Распутина. Вот как оно выглядело. На трупе, кроме огнестрельных ран, следы ссадин и царапин. Но главное, руки Распутина стерты в кровь. Это значит, что даже после того, как уже отравленного и расстрелянного заговорщики бросили его в ледяную прорубь, Распутин продолжал жить. И пытался выбраться из-под порки льда. Все, кто с ним хоть раз сталкивался, утверждали, Распутин действительно обладал не только невероятной живучестью, но и уникальными способностями экстрасенса. То, что он владел системой внушения, воздействия, системой кодировки, мог снимать информацию из человека, то, что он обладал некой внутренней тайной силой, я думаю, в этом сомнении ни у кого быть не может. Ему было достаточно много подвластно людей, и женщин в том числе. Безусловно, он умел формировать образы поведения, поступков, он умел эти образы внушать, передавать человеку. Эти образы, сформированные им, становились достоянием внутреннего мира человека. И люди порой даже не задумывались, что они творят. Влиять Распутин пытался не только на министра. Он одинаково легко манипулировал политиками, придворными и даже служителями церкви. Необразованному мужику из сибирской глубинки, который едва умел читать и писать, за советом ходил чуть ли не весь цвет петербургского общества. Почти все они слушались Распутина и выполняли то, что он прикажет. Но охотнее всего к нему тянулись придворные дамы. Вот одна из самых ярых поклонниц Григория Распутина, Анна Вырубова, фрейлина самой императрицы Александры Федоровны. В своих мемуарах Вырубова описывала случаи, когда Распутин приказывал целовать его ботинки. И придворные дамы беспрекословно ему подчинялись. И они ползали вокруг него, облизывали всего с ног до головы. Что это за глупости на колени? Какие колени? Все делали, что он скажет. Они превращались в фанатиков, в сексуальных фанатиков. И они делали все, что он говорил, то и делали. Потому что они получали от этого удовлетворение. Но это еще не все. По Петербургу ходили слухи, что многие придворные дамы не просто целуют Распутина ботинки, а состоят с ним в интимной близости. И добивается он этого благодаря своим необычным и даже сверхъестественным способностям. Вы можете газеты поднять. Например, там сейчас 15-й год, я не помню, это был особый случай в Москве, в ресторане Яр. Он дошел до того, что начал, уже обнаглел и говорил, да я что хочу с царицей, то и делаю. В прямом смысле. И она, типа, меня облизывает с ног головы. Это газеты написали, слышали это все? В ресторане Яр. Фрейлина Вырубова в своих мемуарах вспоминала, что помимо владения гипнозом, Распутин и сам иногда впадал в состояние некоего транса и не осознавал, что говорит. И так совершал свои предсказания. Окружающие считали его слова полным бредом, но тем не менее тщательно фиксировали все высказывания. Так в какой-то момент Распутин ополчился против немцев. Заявил, что те окружат Петербург и будут морить его жителей голодом. В городе совсем не останется еды, а люди будут умирать прямо на улицах. Но все равно Петербург эту осаду выдержит и не покорится врагам. На вопрос, когда произойдут эти страшные события, Распутин ответил, на 25-й год после его смерти. Распутин был убит в 1916 году. Если от этой даты отсчитать четверть века вперед, получится 1941, когда фашистская Германия напала на Советский Союз и началась блокада Ленинграда. В определенные промежутки времени люди, такие как Распутин, впадая в особое состояние сознания, открывали перед собой картинки будущего. Они реально видели то, что будет происходить. И могли даже неосознанно сосчитать, какой год, какое время. Реально могли видеть все, что будет происходить. И мне думается, что Распутин как раз и оказался в тот момент, в этом глубоком состоянии особого состояния сознания, и он увидел. Увидел и Петербург, увидел немцев, увидел всю эту картину. Ну да, это такой некий общеизвестный факт. Вместе с тем, когда подобные факты рассматриваешь, то хочется иногда сказать, что для человека есть определенная судьба, и от нее никак он уйти не может. Знал ли князь Юсупов о предсказании? Поверил ли пророчествам? Скорее всего, нет. Ведь убив Распутина, князь надеялся спасти государя и Россию от влияния его злого гения. Как бы то ни было доподлинно, мы никогда этого не узнаем. 27 сентября 1967 года в парижской эмиграции 80-летний Феликс Юсупов скончался. А предсказание Распутина для России и Николая II в точности исполнилось. Что было бы, если бы гипнотизер и прорицатель остался жив? И как сложилась бы судьба России, если бы император не отрекся от трок? Об этом исследователи спорят и по сей день. Я думаю, не было тех количеств жертв, не было тех страданий, не было тех мучений, которые постигло наше государство. Если все ясновидящие предсказывают разные варианты будущего, то как узнать, какой из них точно сбудется? Как определить, кто из предсказателей заглянул именно в наш, а не в параллельный мир? Исследователи считают, чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто сопоставить несколько предсказаний. События, которые будут обвисаны одинаково и совпадут хотя бы приблизительно по датам, несомненно, исполнятся. Это Вадим Бурлак, писатель, путешественник, автор множества работ по исследованию пророчеств апокалипсиса. Он собрал одну из самых больших в мире коллекций предсказаний конца света. Я пришел к выводу, что нет ни одного племени на земле, ни одного народа, вот в наше время, а уж, наверное, и много столетий назад, где не было в мифах, в легендах вот сказания о конце света. Разные формы. Меня удивлялось то, что вот почему, как могут племена, которые живут в горах, допустим, никогда рядом моря не было, не видели они никогда. И вдруг у них предание о всемирном потопе. Или там живут в пустыне, где никогда не было извержений вулкана, а у них есть, так сказать, вот такие легенды, предания о том, что земля будет сотрясаться, огни пойдут из земли, и, в общем, гибель земли и человечества. Чтобы понять, что же ждет человечество в ближайшем будущем, мы попросили Вадима Бурлакаса поставить предсказания самых известных ясновидящих. Ванги, Нострадамуса и Кейси. В течение нескольких месяцев он занимался тщательным исследованием их предсказаний и выиситов. И Ванга, и Нострадамус, и Кейси обещают человечеству в ближайшие годы небывалой финансовой кризис. По их прогнозам, это случится уже в этом десятилетии. Правда, Ванга и Кейси называют 2011 год, а Нострадамус – 2023. Ну, что можно сказать? Ну, наверное, какие-то моменты будут вот. Но говорить о том, что все как бы рухнет, и человечество уйдет не бытие, а то было бы неправильно. Согласно пророчествам Ванги, Кейси и Нострадамуса, еще не окончится этот век, как наступят небывалые природные катаклизмы, которые полностью изменят лицо Земли. В предсказаниях пророков говорится, что примерно в 2040 году планета содрогнется от невиданной землетрясения. Разломы, лава и цунами перекроят лиц нашей планеты, изменятся магнитные поля и ее климат. Нет никаких сомнений, что, ну, если не через 10 лет, то, по крайней мере, на протяжении жизни следующего поколения, через 50 лет, на Земле произойдут существенные изменения климатические. Тем не менее, будут глобальные катаклизмы, связанные с таянием полярных льдов. И мы ничего не делаем для того, чтобы с этим справиться. Кейси, Ванга и Нострадамус обещают, что к 2045 году Европу накроют череда страшных ливней и наводнений, которые уничтожат большую часть урожая. Однако в других частях планеты дожди будут идти реже, и там поля пострадают от засухи. Для населения планеты, которая к тому времени составит 7,6 миллиарда человек, это обернется дефицитом продовольствия. Миллионы людей будут обречены на голодную смерть. Локальные будут очаги, где действительно засухи, где будет не хватать воды, прежде всего, пресной, питьевой, и продуктов. Конечно же, это будет вызывать недовольство бедных, богатыми. Поэтому, опять же, золотого века никогда не будет. К середине века, по мнению большинства предсказателей, истощатся многие крупные нефтяные месторождения. Цены на горючее взлетят до небес, что окончательно подорвет экономику и без того страдающую от погодных аномалий. Не исключено, что ведущие страны мира начнут ожесточенную борьбу за последние нефтяные ресурсы. Бедные районы придут в движение, а в движение с помощью оружия. Это уже не нефть. Уже через 10-20 лет вода питьевая в наших сибирских реках будет, наверное, уже по стоимости или даже дороже нефти. Однако, по мнению предсказателей, бороться придется не только за природные ресурсы, но и против массовых эпидемий инфекционных заболеваний. В 2050-е годы резко возрастет угроза новых вирусов гриппа, а также различных инфекций мутантов. Вот, скажем, глобальное потепление. Кто-то там обрадовался, я помню, лет 10-20 назад. Кто-то в шутку сказал, ну вот, будем в тундре ананасы выращивать. Это страшное явление. Вот оттаивает тундра. Какие-то неведомые нам бациллы, бактерии просыпаются. Они быстро начинают приспосабливаться. Они дремали в этой вечной мерзлоте десятки тысяч лет. И вот это оттаивание, они выходят, значит, на поверхность, мутируют. Во что они превратятся? Какие новые заболевания? Это одному Богу известно. 2060 год. Согласно предсказаниям Ванги, Нострадамуса и Кейси, в это время население планеты достигнет 9,5 миллиардов человек. Вопрос продовольствия станет самым насущным. 2070 год. Всепланетная засуха приведет к огромным лесным пожарам, а также обмелению части рек, что вызовет не только проблемы с питьевой водой и орошением полей, но и скажется на работе гидроэлектростанции. Дальше процесс пойдет по нарастающему. К 2080 году Кейси, Ванга и Нострадамус предсказывают, что большая часть прибрежных поселений уйдет под воду. Но пока одни будут тщетно взывать о помощи среди волн, трём миллиардам человек придется столкнуться с катастрофической нехваткой питьевой воды. Тем временем на месте бывшей вечной мерзлоты раскинутся незамерзающие болота. Они не только начнут выделять метан, ещё более усиливающий парниковый эффект, но станут рассадником лихорадок. Возникнут глобальные эпидемии, которые затронут 3,5 миллиарда человек. К концу столетия уровень углекислого газа в атмосфере превысит все допустимые границы. Изменится экосистема планеты. Число исчезнувших видов растений и животных достигнет миллиона. Около 50% суши превратится в пустыню. Для миллионов людей это будет фактически смертным приговором. Целые государства прекратят своё существование. Это перемещение миллионов людей. Миллионы людей должны покинуть насиженные места. Они, естественно, это нищета, голод. Они должны куда-то двигаться. Куда? Какая страна их примет? Значит, вот вам вооружённые конфликты. Когда масса людей, беженцев, когда это тысячи, миллионы, значит, понятно, какая санитария. Вот там и начинаются эпидемии. Причём от известных людям уже, там, холера, оспа и так далее, тиф, до неведанных ещё нам болезней. Трёхтысячный год. Материковая часть Европы лежит в руинах. А Англия наполовину затоплена. Ушла под воду большая часть Японии. Раскол земной коры на западе Америки привёл к тому, что штаты Калифорния и Невада практически полностью исчезли с лица земли. Канада изменилась до неузнаваемости. На Дальнем Востоке в Сибири начали расти бананы и манго. А просторы Южной Африки покрылись сплошной коркой льда. Все предсказатели сходятся в одном. Ближайшие годы для человечества время великих испытаний. Согласно большинству пророчеств, после затяжного экономического кризиса, разгула природной стихии и глобальных климатических изменений, населению планеты придётся начинать новую жизнь. Человечеству предстоит главный экзамен в истории. Ванга говорила про это так. Сдадим его, выживем, а нет, пропадём. Если человечество не изменится, то приблизит свой конец. Я думаю, что в основе подобного рода всех парипетических настроений лежит всё-таки осознание того, что мы делаем что-то неправильное, что мы слишком безответственно относимся к явным знаком того, что действительно мы живём в ситуации глобальных проблем и мало что делаем для того, чтобы с этими проблемами справиться. Ванга неоднократно рассказывала о видении, где ей предстала ужасающая картина полуразрушенной планеты. Исчезли города. Немногочисленные потомки тех, кто остался в живых после страшных войн и природных бедствий, живут в пещерах и ведут почти первобытный образ жизни. Постепенно деградируют и вымирают. Неудивительно, что мы живём в предчувствии какого-то неизбежного краха, потому что мы действительно относимся безответственно к своему будущему и не заботимся о будущих жителях этой планеты. Однако предсказатели видели и другое будущее для человечества. Если люди признают свои ошибки и изменятся, тогда человечество по крайней мере в ближайшие четыре тысячи лет не исчезнет. К концу третьего тысячелетия земляне покинут планету и отправятся к другой звёздной системе. Там они начнут строить новый мир. В четыре тысячи двухсотый год полностью исчезает понятие зла и ненависти. В середине четвёртого тысячелетия люди достигают такого уровня развития, что могут общаться с Богом. А в четыре тысячи пятьсот девяносто девятом году от Рождества Христова по предсказанию Ванги становятся бессмертными. Сейчас уже такие разработки существуют, что если бы мы не на бомбы тратили деньги, а начали тратить деньги на научные разработки, то мы могли бы уже буквально через 20 лет увеличить нашу жизнь до 120 лет. Сейчас уже начинают выращивать органы и менять даже самое трудное было менять мозг. Сердце, печень сейчас выращивать будут благодаря этим стволовым клеткам. Уже опыты есть, вы знаете об этом. больше меня уже знаете. Была проблема с мозгом. Можно ли мозг, если порадили какую-то часть, он как-то заболел, или еще что-то с мозгом произошло. И вот японцы уже нашли пути даже какие-то отдельные участки мозга восстанавливать, выращивать. А это значит бессмертие человека. С пророчествами Ванги о далеком будущем совпадают и предсказания Эдгара Кейси. Он говорил, что властелином мира станет страна жил такой же Киртай, которая вместе с американцами и русскими колонизирует Луну, затем Марс. Завершится этот процесс в 4000 году не без помощи цивилизаций других галактик. Люди будут жить 800 и более лет, а те, кто пожелает вечно. При условии, что войдет в коалицию странников во времени. Эмблему коалиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, внутри которого мужчина и женщина. Уж не на такой ли машине времени путешествовал сам пророк? Не продолжается ли его путешествие и по сей день? Официально считается, Эдгар Кейси умер в 1945 году. Но в Америке поговаривают, что могила Кейси пуста, поскольку умирая, он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. Так или иначе, но сам Кейси при жизни предсказал, что возродится вновь в 2100 году в Небраске и лично проверит истинность своих предсказаний. 2060 год. Конец света и апокалипсис по расчету Исаака Ньютона. Дату судного дня великий английский ученый определил по зашифрованным кодам в книге библейского пророка Даниила еще в 1704 году. Однако Ньютону не удалось выяснить, какие напасти ждут человечество. Конца этому списку нет. В нем и пророчества персидского астролога Абу Машара, и новозаветного первомученика Авеля, и французского алхимика Нострадамуса, и болгарской провицательницы Ванги. Все они когда-то предсказывали гибель человечества. Каждый называл свою дату. Но самое тревожное то, что о конце света всерьез заговорили ученые. Так чего же нам ожидать? Очередную мистификацию или реальную катастрофу? В 60-х годах француз Тома и Пуанкаре выдвинули математическую теорию катастроф. Эффект бабочки, он известный. Вот есть бетонная балка, вы начинаете ее нагружать. Она может изогнуться либо в одну сторону, либо в другую. Села бабочка на одну сторону, она изогнулась сюда. То есть это очень малое влияние. Понимаете? Вот это катастрофа. Вот так возникают землетрясения, когда какие-то малые изменения в природной среде приводят к разрыву горных пород. И предсказать их никто не может. Вот эти катастрофы, они усиливаются. Вот скажем, ураганы, жара, холод, наводнения. Вот скажем, одна из катастроф в природе, всемирный потоп. Значит, вот сейчас, по-видимому, уже доказано, действительно, так, что он был, был в Месопотамии, в районе, значит, Тигра и Ефрата. Так какие же сценарии конца света можно рассматривать всерьез? Ближайшая дата судного дня для всего человечества 2021 год. Еще в первой половине 20-го столетия Эдгар Кейси знаменитый американский ясновидящий предрек. В начале 21-го века произойдет смена полюсов. В Арктике и Антарктиде произойдут смещения, результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе. Северная Европа изменится в мгновение ока. В западной части Америки расколется земля. Больше половины Японии погрузится в море. Та же участь ждет Англию и большую часть Италии. Предсказание Эдгара Кейси похоже начинает сбываться. Еще летом 1999 года ученые зафиксировали, что магнитные полюса нашей планеты пришли в движение. Небольшие смещения регистрировались и раньше, но теперь этот процесс принял необратимый характер. За последние годы полюс переместился более чем на 200 километров и находится в Северной Канаде, примерно в тысячи километрах от географического Северного полюса. При этом стал неуклонно изменяться и сам климат. На планете Земля стала значительно теплее. История климатологии, особенно в геологической летописи, она показывает, что теплые эпохи чередовались с холодными. Ну, например, в 17 веке на всех картинах голландских мастеров вы видите, как жители катаются по каналам на коньках. Сейчас в январе цветут цветы в Голландии и никакого льда в помине нету, и снега не бывает. Это так называемая малая климатическая, малая ледниковая эпоха. 17-е начало 18-го века. Сейчас действительно наблюдается потепление климата. Это факт. Причем климат потеплел в среднем по Земле на 0,6 градусов. Это очень много. Примерно за 190 лет. Вот 100 или 90 лет он потеплел на 0,6. Интересно, что на протяжении 4,5 миллиардов лет существования Земли ее полюса менялись не один раз. По версии некоторых ученых это происходит потому, что ледовые шапки Арктики и Антарктиды растут, тяжелеют, достигают критической массы и земной шар как бы опрокидывается. И из-за чего в свою очередь меняется расположение его географических полюсов на 30 градусов. Однако четкой модели того, как это происходит, пока нет. Кувырок Земли приносит невероятные силы глобальные катаклизмы. Одни материки опускаются под воду, другие поднимаются с одна мирового океана. Происходит инерционное смещение морей и океанов. Этим можно объяснить мгновенную гибель мамонтов, обитавших в северных районах Аляски, Сибири и других территориях с умеренным климатом. Из-за поразительно низких температур смерть огромных животных наступила так быстро, что в их желудках сохранились непереваренные остатки растительной пищи. Я считаю, что смена ледникового периода и межледниковья происходит взрывообразно. Поэтому вполне закономерно, что оно происходит очень быстро, за несколько дней. Сменилось направление течения, сменилось положение литосферных плит, температуры опустились ниже 100 градусов мамонтам не осталось шансов для выживания. Мамонты и бизоны были разорваны на части, скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические силы. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетенной соломки, хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплением костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Что же тогда произошло? Может, это был какой-то чудовищный силой взрыв? Единственным логическим выводом, по мнению французского зоолога Жоржа Кювье, может быть то, что вечная мерзлота не существовала там, где замерзли животные. Потому что при такой температуре они бы не выжили. Страна, где обитали мамонты, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни. Я считаю, что это доказывает наличие глобальных катастроф, в частности от смены магнитных полисов, ту модель, которую я пытаюсь предложить. Мгновенное изменение ситуации и гибель бьет в результате воздействия солнечного ветра и жесткого гамма-излучения. Все, что на поверхности, погибает. Согласно сообщениям, опубликованным в авторитетных научных журналах Nature и New Scientist, последняя геомагнитная инверсия произошла около 12 тысяч лет назад. Именно тогда погибла легендарная Атлантида. была еще одна цивилизация, упоминаемая в древнегреческих источниках, которая также исчезла с поверхности Земли. И именно она, согласно версиям исследователей, располагалась на Крайнем Севере. Это знаменитая Гиперборея, райская земля с пышной растительностью, присущей тропическим поясам, высокоразвитой культурой людей, обитавших в тех краях. Но и это еще не все. Тогда же произошло событие, описания которого дошли до нас в виде преданий о Великом Потопе. То есть согласно предсказаниям Эдгара Кейси и новым выводам ученых, в 2021 году может прийти так называемый конец света. То есть глобальная катастрофа, спровоцированная существенным сдвигом или даже сменой полюсов Земли. Впрочем, дата условна и катастрофа может случиться гораздо раньше. Она может быть когда угодно, хоть послезавтра, потому что мы не знаем механизмы магнитного поля Земли и мы не знаем природы инверсии магнитного поля. Изменение магнитосферы, сползание, изменение полюсов, которые сейчас носят прогрессирующий лавинообразный характер, совершенно неясно. Следующая дата возможной глобальной катастрофы 2036 год. Судный день может случиться из-за падения на Землю астероида Апофис. Еще в середине 20 века ученые считали, что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение Земли с другим небесным телом. И история нашей планеты это наглядно подтверждает. В 2004 году специалист Лос-Аламосской лаборатории США Брюс Масс провел анализ 175 легенд и мифов различных народов 40 стран мира, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, приведшее к гибели многих существовавших тогда цивилизаций. И в большинстве этих легенд причиной апокалипсиса является огромная комета, которая атакует Землю. Интересно, что в повторение такого сценария ученые долгое время не верили. Однако 14 июня 2002 года астероид, который при столкновении мог бы уничтожить целую страну, пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от Земли. А два года спустя астрономы обнаружили еще одно небесное тело с диаметром более 300 метров. Этот астероид, названный Апофисом, может пройти на критически близком расстоянии от Земли именно в 2036 году. Столкновение с ним может уничтожить все живое на нашей планете. И Соединенные Штаты, и Канада, и Италия, и Франция, Германия, Англия будет полностью уничтожена. Северные страны, скандинавские, тоже уничтожены. Посадает, правда, и северо-запад России, Черноморское побережье, но это будет несравнимо с полной гибелью НАТО. В самом конце 20-го столетия астрономам своими глазами удалось увидеть грандиозную космическую бомбардировку с равни апокалиптической. 23 марта 1993 года комета Шумейкеров Леви, разбившись на фрагменты, атаковала Юпитер. После этого всем стало ясно, что Земля также не застрахована от опасности. Самый последний тревожный звонок прозвенел 15 февраля 2013 года, когда в небе на Челябинском взорвалось огромное космическое тело. По расчетам астрономов, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости более 64 тысяч километров в час. Спустя примерно 30 секунд небесное тело взорвалось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество высвободившейся энергии составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. Ударная волна от взрыва челябинского астероида дважды обогнула Землю. Пострадало около 2000 человек. Общая сумма ущерба хозяйству составила около 1 миллиарда рублей. Следующую дату конца света вычислил великий английский ученый и масон Исаак Ньютон. Об этом он написал своему другу в тайном письме в 1704 году. Своё предположение Сэр Исаак основывал на библейском тексте, а именно на книге пророка Даниила. Перед своей кончиной Ньютон писал Библия это криптограмма в которой всемогущий зашифровал всю историю Земли. Но в книге пророка Даниила есть несколько намёков на ключи открывающие некоторые из этих тайм. Первооткрывателю классических законов притяжения движения и оптики удалось понять, что конца света следует ожидать через 1260 лет после основания Священной Римской империи в Западной Европе, то есть в 2060 году. Какие напасти ждут человечество, Ньютону выяснить не удалось. Однако учёные предполагают, что это будет новый всемирный потоп. А главная его причина глобальное потепление. Последнее сообщение экологов малоутешительное. мощные ледники Антарктиды толщиной в полтора километра разваливаются на айсберге. Тает лёд Гренландии и вечная мерзлота Сибири и Заполярья. Исчезают ледники Гималаев, Альп, Тяньшанского и Кавказского хребтов. Побиты рекорды жары за всё время наблюдения за погодой. Причём в России температура растёт в два раза быстрее, чем в среднем по планете. В Австралии жара, самую сильную засуху за последние 115 лет. В центре и на юге Европы от аномально высоких температур горят леса, высыхают водоёмы, гибнут люди. На британских островах из-за ливневых дождей затоплены многие посёлки, сельскохозяйственные и промышленные территории. Тревожит только одно темп. Вот темп очень сильный, необычное увеличение. Если так будет идти дальше, Арктика растает, растает Гренландия, а это значит увеличение уровня океана, а значит Англия половина потопнет и все наши нефтеносные районы, Ямал, Тимана-Печор, Западная Сибирь покроются водой. Да, и начнёт таять так называемая вечная мерзлота, криолита зона, а у нас больше 60% России занято этой зоной. Земля приблизилась к критической отметке, после преодоления которой начнутся необратимые изменения окружающей нас среды. Кислотность мирового океана лишь за последние 20 лет увеличилась на 5%, а концентрация углекислого газа в земной атмосфере с начала индустриальной эпохи выросла на 35%. При этом происходит резкое сокращение биологического разнообразия. Исчезают некоторые виды растений и животных. Согласно экспертам ООН причина сегодняшних аномалий вызывающих глобальное потепление парниковый эффект. Заметив эту опасность еще в 1997 году был подписан Киотский протокол. Международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Казалось бы сделано полдела и нам теперь остается только закрыть сотню другую заводов чтобы остановить потепление. Но неожиданно мнения ученых разделились. И многие из них заявили что промышленная деятельность человека не является причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа гигантские хребты которые пронизывают дно мирового океана постоянно имеют высокую вулканическую активность и происходят гигантские выбросы газов с которыми человеческая деятельность просто несопоставима. Но если технологическая деятельность нашей цивилизации не является решающим фактором глобального потепления то причины по которым оно происходит сейчас и по которым оно происходило в прошлом могут быть одинаковы. и одно из них ученые называют солнце. Дело в том что предания говорят о том что наше это солнце наш мир оно погибнет в огне. Есть одна из версий что это предсказание связано именно с возрастанием активности солнца. Снимки солнечной короны сделанные во время затмения 29 марта 2007 показывают что с нашим светилом произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают солнце разогрелось до такой степени что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Специалисты Национального Центра Атмосферных Исследований США выяснили что следующий цикл солнечной активности который уже начался в 2008 году на 50 процентов превысит по мощности последний и его пик придется на вторую половину 21 тысячелетия. Создается впечатление что солнце разгневалось на человечество и решило уничтожить его. Но имеет ли его активность прямое отношение к глобальному потеплению? Оказывается и в этом случае ученые дают отрицательный ответ. Дело не только возрастания активности солнца дело в том что активность солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. ионосфера Земли защищает нас от жестких излучений солнца экранирует излишки тепла и как бы гасит его мощное воздействие. Но если наше светило все-таки не участвует в сегодняшних бедах и не собирается угрожать нам в будущем то не притаилась ли где-то другая опасность о которой знали предки много тысяч лет тому назад. Кстати исследователям которые нашли и прочитали тайное письмо Ньютона с предсказанием конца света в 2060 году до сих пор непонятно почему великий английский ученый ничего не сказал о причине апокалипсиса. Ведь наверняка сэр Исаак смог расшифровать это в книге пророка Даниила. А может сценарий гибели человечества показался ему слишком жутким и фатальным? Возможно. Единственное о чем упомянул Ньютон это то что черной дате будут предшествовать разрушительные войны и страшные эпидемии. Однако современная наука в состоянии предугадывать такие глобальные угрозы. Сейсмологи наблюдают за колебаниями земной коры благодаря чему могут за несколько часов предвидеть землетрясения. Метеорологи следят за температурой и ветрами чтобы предупреждать о надвигающихся бурях. При современном темпе развития техники и технологий можете быть уверены ученые спрогнозируют и другие виды опасностей например падение метеорита предупрежден значит вооружен. Подобные исследования очень важны с точки зрения безопасности человечества. Чем раньше мы будем знать о надвигающейся стихии тем больше у нас шансов выжить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...